всех приветствую продолжаем знакомиться с актрисами их автобиографии и рассматривать фотографии эдит норма ширер канада американская актриса лауреат премии оскар я цитирую википедию норма ширер родилась в монреале 10 августа 1902 года мать хотела чтобы дочь стала пианисткой но норма уже в девятилетнем возрасте твердо решила что станет актрисой норма сама видела свои недостатки она была довольно полным подростком широкими плечами крепкими ногами и маленькими немного косыми глазами но она решила несмотря ни на что добиться своей цели так как считала что перед ее обаянием никто не может устоять январе 1919 года вся семья прибыла в нью-йорк у нее имелись рекомендации мечта эдит ширер увидеть дочь шоу зигфельда не сбылась флоренс лишь посмеялся видев полненькую 17-летнюю норму ширер но девушка решила не отчаиваться и стала придумать другие ходы для достижения цели вскоре она узнала что компания universal picture отбирает 8 красивых девушек для съемок в своем фильме так состоялся кинодебют ширер вскоре после этого последовали новые эпизодические роли нормы ширер в кино во время съемок водопаде жизни в тысяча двадцатом году она представилась режиссеру гриффит с надеждой что он поможет развитие ее карьеры но гриффит у ширер не приглянулась из-за слегка косых глаз и он не стал с ней разговаривать заявив что она никогда не станет настоящей актрисы чтобы как-то исправить этот недостаток ширер накопила денег и обратилась к доктору занимавшемуся коррекцией зрения он прописала и серии упражнений для глаз которые должны были помочь девушке через некоторое время она решила попытать счастье в модельном бизнесе она оказалась принята в модельное агентство и начавшаяся там карьера оказалась довольно успешной вскоре рекламные плакаты с изображением нормы красовались на улицах нью-йорка 1121 году спустя три года после прибытия в нью-йорк норма ширер получила первую заметную роль в кинофильме похитителей весной 1123 года вместе с матерью отправилась в лос-анджелес мая компани вскоре она познакомилась с вице-президентом м дж и рынком талбергом последующие годы актриса стала появляться во многих успешных фильмах вскоре она приобрела для себя и матери шикарный дом прямо под знаком голливуда ширер все чаще обращалась к рынку талбергу и он с удовольствием подыскивал и новую успешную роль и их дружба со временем переросла в романтические отношения 29 сентября 1227 года состоялась их свадьба перед которой норма ширер приняла иудаизм вскоре кончилось веро немого кино актрисе которая до этого снималась лишь в немых фильмах не составило труда перейти звуковое кино несмотря даже на ее канадский акцент первым звуковым фильмом стал суд над мэри дуган который вышел на экраны 1129 году имел большой успех у зрителей тысяча тридцатые годы ширер сыграла главную роль фильме развод удостоившись премии оскар как лучшая актриса далее последовали не менее успешной картины номинировалась на оскар за роли фильмах ромео джульетта мария антуанетта баретты су импол стри 14 сентября 1136 года умер ее муж и ринг тальберг 1039 норма шире пригласили на пробу его роли скарлетт ахара фильмы внесенные ветром но она не проявила ни малейшего интереса к этому фильму заявив я не хочу играть скарлетт 1042 году шире официально заявила что уходит с киностудии в том же году актриса вышел замуж за бывшего лыжника инструктора мартина эраджа который был младше ее на 12 лет норма ширер умерла от пневмонии 12 июня 1983 года в возрасте 80 лет за свой вклад кинематограф удостоена звезды на голливудской аллее славы вот так вкратце из переводной википедии о канадо-американской актрисе лауреате премии оскар эдит норма шире пока пока до свидания смотрим фото а 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 Субтитры создавал DimaTorzok